Глава. Маорал и принц. Подзаголовок. Братья-принцы Фердинанд и Максимилиан. Слова управляющего произвели огромное впечатление на принца Фердинанда, герцога Баварского и сына короля Фердинанда I. Принц впервые слышал о евреях, нечто такое, о чем он до этого понятия не имел. Принц знал, что в королевском дворце происходят интриги и что католические духовники подстрекают всех против евреев. Он также хорошо знал о силе хсензов и насколько сам его отец-король часто бессилен против них. Поэтому объяснения рабе Мойше и Цхока произвели на принца особо сильное впечатление. Он начал чувствовать, что против евреев действительно замышляется большая несправедливость. Несколько дней ходил принц, углубленный в думы. Ему нужно было на что-то решиться. Затем он послал за рабе Мойше и Цхоком. Управляющий посоветовал принцу пригласить к себе пражского раввина Маораля в связи с заключенным Пари. Он представил ему раввина как одного из крупнейших ученых не только в еврейских, но и в мирских науках. Маораль – именно тот человек, с кем он может посоветоваться об астрономической проблеме, которую ему необходимо решить, чтобы оказаться победителем в Пари, заключенным им с герцогом Моравским Иоанном. «Будь моим посланцем и передай раввину мое желание видеть его у себя», – сказал принц Рабе Мойше и Цхоку. Управляющий нашел нужным обратить внимание принца на следующее. «Так просто прийти к этому великому человеку и сказать ему, чтобы он пришел к тебе, «Прости мне, господин мой, но этого сделать я не могу. Сначала я должен переговорить с Маоралем и спросить его, согласен ли он». Принц выслушал эти слова с пониманием. Он не посчитал это за обиду со стороны еврея-управляющего. Наоборот, он теперь только полюбопытствовал узнать, что за человек этот Маораль и как он стал пражским раввином. Он вообще хотел теперь знать побольше о еврейских великих людях. При первом удобном случае Рабе Мойше и Цхок посетил Маораля и передал ему просьбу принца, указав при этом, что если Гаон согласен на это посещение, то принц пришлет за ним свою карету и доставит его в замок. Маораль согласился навестить принца, но отказался ехать в его карете. Он считал, что лучше ехать к принцу в обыкновенной коляске. Через неделю Маораль был у принца в его замке. Когда тот изложил ему астрономическую проблему, Маораль тут же дал нужные объяснения без особых затруднений и записал все это на языке, на котором говорил принц, чем вызвал особый восторг последнего. Принц предложил Маоралю плату за его труд, но тот категорически отказался взять от принца что-либо. Он объяснил, у евреев есть предание еще со времен Мойши Рабейну, что торе и наукам следует обучать безвозмездно. Только те, кто нуждаются в заработке, могут получать плату за обучение в виде компенсации за потраченное время. Целую неделю провел Маораль в замке принца. Он ел и спал у раби Мойши Ицхока, дом которого находился недалеко от замка. Он все время проводил в замке, в беседах с принцем по различным областям науки. Фактически не было вопроса, незнакомого Маоралю. Беседовал Маораль с принцем также и о евреях. Принц хотел больше знать о еврейской религии, о еврейской истории и о жизни евреев вообще. «Откуда у вас столько знаний?» спрашивал принц с удивлением и почтением. Когда истек шестимесячный срок, установленный обоими герцогами для решения сложной математической задачи, принц Фердинанд пригласил к себе своего партнера по Пари, герцога Мравского Иоанна. Был приглашен также епископ и брат Фердинанда, принц Максимилиан. В присутствии всех приглашенных Фердинанд изложил свой ответ на вопрос, по поводу которого было заключено Пари. Все были в восторге. В ответе было много знания и остроты ума. «Не думайте только», — сказал принц Фердинанд, «что это дело моего ума и моих знаний. Этот ответ подсказал мне некто. Я бы охотно открыл вам этого мудреца, но он потребовал от меня не называть его имени». Субтитры создавал DimaTorzok